Мы на месте. Мы приветствуем Юлию. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверить ли она нам в свое биополе на период сеанса? Она доверит. Визуально что-то мешает? У нее в руках как покрывало какое-то. Юля, откуда у тебя покрывало в руках? Это защита. Защищаю детей. Покрываю. Ставим маячок. Зеленый-красный. Если это покрывало, защита Юлии. Загорается зеленый. Если нет, красный цвет. Какого цвета маячок? Красный. Отлично. Отправляя одеяло в клетку-тюрьму. Мне как оно покрывало, оно как из матрицы состоит. Какое-то геометрическое тело. Не просто тряпка, а энергетическое какое-то. Где оно сейчас? Клетки. Даю команду на счет риск. Сканирует пространство над головой Юлии. Под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Юлии. Находит все. От одеяла выстраиваются каналы к ответственным. И притягивает ответственных за одеяло в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. А здесь гуманоид. Гуманоид. От гуманоида выстраиваются каналы к другим ответственным. Если таково есть, притягивается в клетку-тюрьму. Снимается маски и голограммы. Гуманоид предстает согласно своему эфирному коду. ДНК. У гуманоид один. И у него как... Защиты какие-то одеты. Они как шипами. На нем стоят защиты? Да. Эти шипы, они как антенны. Они отрезают чужие энергии. Да. Защищая его. Может, не те энергии? Может, тебе открыть поток любви Абсолюта? Посмотрим, что там стоит. Они эти энергии защищают. Они защищают галактические энергии. Энергии разных цивилизаций. Ты хочешь сказать? Он бывает в разных местах. Это как ваша броня. Кольчуга. Неужели гуманоиды есть враги? Причем здесь враги? Есть много разных энергий, которые влияют на меня. Зачем тебе столько оболочек? Потому что я встречаюсь слишком большим количеством оболочек. Чужие галактическое мир. Понятно. Откуда ты? Полон энергии. Откуда ты? Из какой части? И врагов. Галактического мира. Откуда ты? Полта Орион. Еще разные объекты, посещаемые мною, считаются домом. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе? Я не нахожусь в биополе. В биополе. Находится одеяло? Защищающее их. Кого ты защищаешь? И чем? Дети болеют? Покрываю. И ее она покрывает детей. Они под покрытием. Они болеют. У них начинаются проблемы. У нее... Разрез идет. Это матрица другой цивилизации. Я не понимаю. Идет разрез их энергиями. Я понимаю. Я одного не понимаю. Как она могла у тебя взять это одеяло? Каким обманом ты мог войти в ее биополе? Ей известно, есть защита. Она не брала. Она покрылась. А что, она не в состоянии была сама это одеяло обнаружить? Отчаяние помогло мне. Отчаяние. Отчаяние у нас что? Это неконтролируемое эмоциональное состояние нижних частот. Не так ли, Юля? Ты не могла... Изо всех сил старалась защититься и защитить детей. Ну, про это одеяло ты не догадывалась? Его никто не видел? Сколько это одеяло находилось в биополе? Сколько одеяло находилось в гуманоиде? 21 день. 21 день. Хорошо. А почему дети болеют? Потому что она этими энергиями их запитывает? Разрез идут, эти частички попадают, дыхательные пути. А какая цель твоей подключки была? Она. Ну, именно она что? Что ты с ней собирался делать? Много чего. В конечном итоге копию. Ты понимаешь, у нее... Контроль. Да. Понимаю. Она знает о защитах, она знает о тебе. И она в состоянии применить такие энергии, от которых от гуманоида ничего не лезет. Как контроль такого человеческого субъекта. Ты все равно ее где-то эмоционально пробиваешь. Я понимаю, что ты мне хочешь сказать. Ты все равно где-то находишь ее слабое место. Какое это слабое место? Он показывает. Это так понятно. Дети. Дети. То есть через детей она... Не через детей. В данном случае через нее защищая. И ее и детей. Хорошо. Не пришло от детей. Пришло от нее. Через эмоции. Ну, все понятно. Сама изнутри открыла двери, я так полагаю, да? Обижала защищать, теряя контроль. Теряя контроль. Это важное замечание. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Юлии спроекцировать энергетические и сферические каналы. Гуманоиду этому одеялу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все негативные патогенные чужеродные, низкая аббрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Юлии. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить, возвращается назад. Усилий потоки в 50 раз. Все, до 100%. Посмотри, что идет. Найдут частички такие, очень мелкие от этого одеяла. Они как энергии. Еще раз говорю, она как матрица, она загибается вся. Вот в ней как сетка такая матричная в этом одеяле. И она наполнена какой-то энергией. Ну, он сказал, это энергии матрицы, которые вразрез идут с ее энергиями. В этом она как графит. И не серая, и не черная. И вот эти маленькие частички сейчас выходят из Юлии. И возвращаются. Все назад. Вот именно они и есть. Как он сказал, это дыхательные пути. Голова, глаза. Слизистая. Слизистая и ниже идет. Скажи мне, в детях ты не присутствуешь сам? Нет, Никита. Нет, покрывало присутствует. Такие же частички есть в детях. Все понятно. Удивительно, что Юлия на такой развод попалась. Он говорит, что мальчик более уязвим. И это не развод. Ну, ты понимаешь, если бы она не была профессионалом, это был бы не развод. Она этого просто не знала. Здесь она должна была знать, на что обратить внимание. То, что она потеряла эмоциональный контроль, тем самым открыв двери для твоих энергии. Это, конечно, понятно. Она могла бы это все спокойно делать, без интерференции. И все проверить. Посмотреть на себя со стороны. Он показывает, как болеет простой человек и как болеет профессионал. И как? Простой человек болеет и выздоравливает, или умирает. Он не интересен таким, как этот гуманоид. Профессионал знает, что он выше гуманоида. И знает, что его энергия сильнее. Человек, у которого есть слабость и ответственность в виде детей, болеет так, как болеет Юля. Стремясь отдать и защитить сперва детей, потом в себя. И в эту слабость он может проникнуть. Как она могла ситуацию по-другому развернуть, чтобы ты не мог войти? Ей стоило иметь самообладание в этот момент. Холодную голову. Он показывает, что она была сломлена до этого другим интерферентом. Он лишь последствия. У него до тебя был драгу, и ты зашел, скорее всего, через пару дней после того, как мы его вытащили. Но драгу там сделал сильное воздействие. Не до конца восстановилось. Ну что ж, будет опытом. Как с реверсом, Вера? Да, кончено. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Юля забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, возвращает Юля себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Он еще показывает, как болеют простые люди, профессионалы. Простые люди, они показывают медикаменты, как они влияют на разные органы, спасая одно, убивая другое. Так и есть. И человек находится между жизнью и смертью, принимая эти медикаменты. У него слабый уровень энергии, он так проживает свою жизнь. Он профессионал, он лечится быстро, потому что он лечится энергетическими потоками, доверяет которым и знает, как. Он знает, что раз организм смог заболеть и имеет такую функцию, значит, организм, биоробот, может и выздороветь. Ему нужно дать правильную команду и правильную энергию. Абсолютно верно. И он показывает, что это все делается спокойно, уверенно, со знанием. Здесь места нет страху. Страху нет места там, где есть уверенность. Когда человек знает, какие шаги делать, и знает, что о результате, и знает, кто он, а она все это знает. Он еще показывает шире, он расширяет, что профессионал знает, откуда он. И даже если он бессил, он знает, что за ним цивилизация, когда он это знает, такой как гуманоид, не подойдет. То есть это может подойти, но это будет как нападение уже на цивилизацию. То есть есть и такие, он показывает, что такие есть, если душа действительно стоит этого. Но это редко, потому что это уже нападение на цивилизацию. Эти энергии навсегда останутся в том, кто это делает. И их можно потом вычислить. И здесь уже показывает, что если есть, ну вот, например, Юля, у нее есть круг таких же, как она, и это все равно найдется. Хвост, он говорит, что все равно хвост приведет. Есть как отросток, который приведет к тому, кто нападает. Вот этим мы и занимаемся. Абсолютно верно. Потом дальше показывает он, что если тело, где робот умирает в какой-то момент, он все равно возвращается к своему Высшему Я и к своей цивилизации, чтобы напитаться энергиями и соединиться, стать целостным. И тогда он помнит все, что случилось. Он все равно его найдет. А что в таком случае, когда у души было похищено около 50% души, которая была продана впоследствии ящерам цивилизации и находится в колбе в их мире? Что случается после смерти этого индивидуума? Эти частицы остаются у ящера? Остаются до какого-то времени. Пока не соединится он с Высшим Я не пройдет. То есть после смерти он показывает, что душа получает свое сознание, и он видит со стороны, что должно было случиться. Как была запрограммирована его жизнь, и как она пришла. То есть получил ли он то, что он хотел, когда он спускался именно на Землю? Почему часть его души была похищена? Ну, допустим, он осознал, что часть души была похищена по его собственной вине, потому что он не держал под контролем свою жизнь. Ему нужно это осознать. Не все осознаются. Поэтому после смерти происходит осознание. Именно поэтому душа постепенно идет к своему Высшему Я и соединяется. И потом уже происходит целостность, чтобы Высшая Я приняла всю осознанность этой прожитой жизни. И поняла, прошел этот опыт или не прошел. А это очень долгосрочно. После этого подключается цивилизация и душу возвращает. То есть это уже решается все на уровне цивилизации. После того момента, с момента осознания души. Но я знаю только одно, что процесс осознания, он может в земном времени очень долгим быть. А может даже и никогда не произойти. Хотя человек, в принципе, после того, как заканчивается воплощение земное, ему открываются другие, другая информация. Но тогда надо будет признать все свои ошибки. Да, он становится наблюдателем. Да, все верно. Абсолютно верно. И в состоянии нейтрально посмотреть на всю свою жизнь и только после этого понять свои ошибки. Это только так возможно. Итак, Вера. Он еще показывает здесь. Получается, что сама душа ставит себе цель перед воплощением. И после смерти эта же душа смотрит, выполнила. Ему открывается больше знаний. Ему открывается то, что он планировал. И он видит, как он провел эту жизнь. Скажи мне еще один вопрос, если мы уже здесь начали говорить. Какая есть точка невозврата? Если душа набрала какое-то определенное большое количество негативной энергии, я полагаю, больше 50%. Что происходит с этой душой в последствии? Здесь многое зависит от высшего. Я на каком она уровне. Высшее я страдает. И там идет определенный процесс. Там идет определенный процесс. Процесс, он имеет в виду, не суд, а там идет осмысление целостности. Большой шок для высшего я, безусловно, конечно. Несмотря на каком уровне высшее я. То есть оно могло упасть из-за неправильного поведения души. Именно для этого планета Земля имеет столько материального. Именно поэтому стерта память. Человечество проверяется. Человечество проверяется. И все сдаются экзамены, все делают свои выводы. Но я имел в виду сейчас конкретно, если человек добровольно заключил контракт, например, с цивилизацией ящеров, с целью получения каких-то прибыли, чего-то. Это я и сказал материально. Да, или демонический мир, который в состоянии им это все организовать в этой матрице. Соответственно, здесь все понятно. Контракты просто переходят в следующую жизнь. Мы неоднократно встречались с контрактами. С земной жизнью. С земной жизнью, которые более двух тысяч лет даже были. Такие контракты, и они все действовали. Кумана, что-то осталось на твоей чистоте, кроме этого одеяла, которое мы вытащили? У нее кольцо какое-то на шее. У нее кольцо. Голевидное, да. Хорошо. Сканер, выведи это кольцо. А для чего это кольцо гуманоид? Метка. Хорошо, вывел он. Да. Отправляю в клетку тюрьму. Выстраиваю канал от Юлии к этому кольцу. Юлия реверсом отдает все негативные патогены, что она получила от него. Пошел мощный поток. Это контроль, он ее сдерживает. А что случается, когда ты включаешь это кольцо? Она что-то делает не то или говорит не то? Нет, она контролирует. Значит, кольцо она и пометила. Да. Чтобы каким-то путем дальше влиять на нее. Это энергетический центр голосовой чакры. И если будет возможность. Понятно. Готово. Устанавливали фильтр золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Юлия забирается чистой, светлой, божественной энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не взяли, возвращается назад. Готово. Отлично. Даю команду на рассинхронизацию Юлии с гуманоидом и этим одеялом. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Есть. Включая Юлии внутренний белый свет, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены низкоаберационные, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Также выдавливаем все негативные эмоциональные энергии. Все выходит, формируется в шар. Да, и шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Знаешь, она чистая, какая-то информация идет, что у нее, Юля, проходит какой-то небольшой кармический узел, то есть поворот в ее судьбе. Хорошо, его тоже можно проходить в спокойном состоянии, эмоционально равновешенном. Как дальше будет развиваться ее жизнь, зависит от нее и ее выбора. Хорошо, мы эту информацию передадим. Здесь почему-то идут эмоции. О них мы и говорим сегодня весь вечер. Выбор эмоций. Да, чистая. Хорошо, помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, здесь мы закончили. Я прошу офицера Кольта выйти со мной на связь. Кольт на связь. У меня здесь гуманоид с Уты Ориона, как он сам представился, в защитном каком-то интересном костюме. Он находился 21 день через одеяло. Одеяло имело какую-то энергию матрицы Земли. И эта энергия болела вся семья. То есть она и клиентка, и двое ее детей. Команоид находится. Он дал полезную. Не матрица Земли, это матричная система. Мы забираем его одеяло тоже. Благодарю тебя. Там еще находится в детях, но я думаю, там остались частицы. Потому что она своей энергией их защищала. Соответственно, заражала. Матричная энергия. Мы забрали. Хорошо, благодарю тебя. Ничего больше нет в клетке? Хорошо. Давай заправим Юлю энергией. Посмотри, сколько нужно ей энергии. Какая частота вибрации? 400 и 27. На 4 макушку головы Юли начинает поступать 7 высокоаберационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Есть.